Добрый день, дорогие друзья. Прошу любить и жаловать. Чрезвычайно дорогой наш гость, Антон Игоревич Поляков. Сколько регалий-то у тебя, Антон Игоревич? Как тебе лучше представить? Какой у тебя диплом? У меня врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач функциональной интегративной медицины. Я думаю, достаточно, потому что да, в этих регалиях можно запутаться. Попроще, ближе к народу. Попроще, поближе к народу. Но чтобы вы понимали, дорогие друзья, Антон Игоревич Поляков известен среди медиков. Он, собственно, для врачей функциональной медицины проводит кучу курсов, повышение квалификации. Так что это не просто врач, это, так сказать, немножко уровнем повыше. Не в административном смысле, как это, головрач больницы, который укол оставить не умеет. А Антон Игоревич, давай вот с места в карьер. Приближается простудный сезон. В некоторых наших регионах, если я правильно запомнил, это Самарская область, это Башкирия, это уже в Московской области. Начали некоторые школы переводить на дистанционное обучение. Значит, еще сентябрь не кончился, у нас уже начались такие свистопляски. При этом Анна Попова, Анна Юрьевна обещают, что да вы не беспокойтесь, мы не собираемся, не собираемся устраивать массовую вакцинацию от коронавируса в этом году. Ничего такого. При этом она встречается с Путиным. И единственное, что они обсуждают, ну вот такое вот существенное, помимо формальных формальностей, что у нас готовятся тест-системы, чтобы сходу на 50 вирусов человека, значит, сходу определить, что у него есть, чего у него нет, инфицирован, не инфицирован. Все-таки, Антон Игоревич, давайте предметно обсудим, какие факторы влияют на иммунитет, как нашим зрителям себя, своих детей, родителей обезопасить, особенно учитывая, что из биолаборатории может выбраться что-то пострашнее, чем знаменитый коровий вирус, и что лучше быть готовым во всех смыслах. Ну, если так, как говорится, с высоты вертолета смотреть, есть иммунитет врожденный, есть иммунитет приобретенный, и есть определенные генетические особенности, которые, опять же, определяют, как то или иное звено иммунной системы будет отрабатывать по той или иной инфекции состоянию. Если, ну так вот, проще, ближе, опять же, к людям, напомню, это вот душная фраза, которую я повторяю всегда, но она абсолютно правдивая. 70% иммунных клеток располагается у нас в кишечнике. Если у человека бардак с желудочно-кишечным трактом, у него по определению не может быть нормального иммунитета. Ну, вот от слова совсем. Причем очень-очень многие люди, даже ваш покорный слуга, ну, вот если там взять даже лет 10 тому назад, не видел вот этой прямой связи, не понимал, ну и что там, вот там эти гастриты какие-то, гастродуадениты, панкреатиты, ну, какая-то ерунда, там, которую врачи там какие-то диагнозы ставят. Я вообще там здоровый, бегаю, прыгаю, скачу, там, как говорится, водку пью, шашлык ем, вот, и так далее. Но на самом-то деле, вот, еще раз, 70% иммунных клеток располагается в тонком кишечнике. Первые бляшки, солитарные фолликулы и так далее. И если, допустим, у человека хроническое воспаление в кишечнике, вызванное, допустим, паразитаркой, например, ну, 2 миллиарда населения планеты бегает с братьями меньшими, вызванное вирусными различными там проявлениями, ну, это не обязательно коронавирус, да, то есть, вирусов у нас на самом-то деле очень много, там, и тот же самый ротовирус может вызывать воспалительный процесс, и вирус Эпштейн-Бара на уровне кишечника может себя проявлять, и так далее, там, герпесные группы. Вот, это может быть непереносимость или пищевая аллергия, причем это разные вещи, люди часто это путают, но объективно надо разбираться, что такое непереносимость, что такое аллергия. То есть, как правило, пищевая аллергия – это реакция на белки какие-то, ну, самый простой пример – это аллергия на яйца. Нас в детстве всех вакцинировали, и в составе некоторых вакцин, ну, скажем так, вот, связующих… Большинство классических вакцин, да. Это основа, на которой делается вакцина – это куриный белок. Да, и потом, соответственно, иммунная система, выдавая определенную реакцию на возбудитель в составе вакцины, может перекидывать свою реакцию и на тот же самый куриный белок. Ну, то есть, соответственно, если у человека такая история произошла, каждый раз, когда он подъедает куриное яйцо, у него, соответственно, возникают определенные… Антон Игоревич, я не могу, я не буду даже называть имя этого врача, который сейчас популярен на Ютубе, я просто захожу на Ютуб, мне подкидывает шортс, вот доктор, он, значит, анализирует, ну, там, реакции записывает, и он с таким удивлением, что это такое, откуда это у многих людей там аллергия на белок куриный, да это, наверное, фейк какой-то. Но это общераспространенная история, что вот в результате распространенной процедуры, которая, я напомню на всякий случай, что я понимаю и поддерживаю применение классических, проверенных временем вакцин, они, правда, приносят определенную пользу там и так далее. Про вакцины вот последних нескольких лет – это отдельная история, оставим ее за скобками, на Ютубе ее лучше вообще не поднимать, вот, но есть побочка, да, есть вот такая вот побочка, как бы если бы ученые этим занимались, а не всякой чепухой, вот они бы, может быть, это бы смогли как-то преодолеть, но что имеем, то имеем. Да, машина, аппарат наш не поворотливый, перестраивается очень долго. Да, ну, собственно говоря, может быть реакция на казеин коровьего молока, может быть реакция там на глютен и так далее дальше по списку. То есть, тут, скажем так, реакций аллергических очень много. Причем многие воспринимают слово аллергия, как обязательно покрыться пятнами, раздуться, там, как от укуса пчелы там или осы. Нет, если говорить про пищевую аллергию, чаще всего это диарея, ну, самый простой пример, там, люди молочку едят, и потом вот эта вот оранжевая радость там выливается струйно, вот, с другой стороны земного шара, так скажем. Вот, это может быть состояние хронической усталости, сонливости, перепады настроения, как мне одна клиентка сказала, тупеж, гаудеж и провокации. То есть, там, агрессивность, тревожность, проблемы с памятью, с концентрацией внимания и так далее и тому подобное. Ну, и, соответственно, создаются на перспективу риски по аутоиммунным заболеваниям и риски того, что иммунная система на каких-то возбудителей нормально не отреагирует в тот момент, когда возбудитель зашел. То есть, она занимается другими вещами. Она вместо того, чтобы бороться с микробами, она борется с, там, коровьим белком или яичным белком у вас в ЖКТ. Я хочу обратить внимание, да, друзья, вот мы начали беседу, пять минут уже Антон Игоревич рассказывает про важность желудочно-кишечного тракта. Обратите внимание, Анна Юрьевна Попова, она как раз, это ее основной род занятий. Роспотребнадзор обязан следить, чтобы мы ели качественную пищу. Где это? У нас массовое отравление по всей стране. У нас 30 лет с середины 90-х годов не было, например, такого массового отравления ботулотоксином, ботулизмом, которое произошло у нас летом. У нас нет никакой системы отслеживания, сколько химикатов, пестицидов, гербицидов, фунгицидов, антибиотиков, гормонов в животной и растительной пище. У нас объявляют о том, что, ой, нашли какую-то дрянь в китайской или в турецкой или там в азербайджанской продукции, только когда начинаются политические терки. Вот сейчас у нас свежие, это терки с Арменией. Армения, да. О, сразу в Армении нашли, что-то там плохо, плохо. Вот они выходят из нашего ДКБ, ой-ой-ой, плохая продукция. Это шантаж. А то, что это наши люди, наш народ питается отравой, то, что мы все получаем урон ко здоровью, и, кстати, государству потом придется это окупать, выделяя бабки на здравоохранение. Анна Юрьевна, Анна Юрьевна, займитесь своей работой прямой. Какие тест-системы? Ну, тут, знаешь, как я такую нерадостную вещь скажу, вопрос, а есть ли выбор? Проблема в том, что, ну, вот, когда, помнишь, что вот эта свистопляска была с яйцами, ну, объективно создался там определенный дефицит, когда они там в два раза подскочили в цене, или даже больше, то есть, завозили яйца из Азербайджана и ряда других государств. Ну, то есть, может сложиться такая ситуация, что выбор между плохой и очень плохой пищей, или ее отсутствие. То есть, тут как бы вопрос не только про Роспотребнадзор, это вопрос и про Министерство сельского хозяйства, это и вопрос к целому ряду других ведомств, это, ну, как бы, междисциплинарная, короче говоря, проблема. И поэтому эти вопросы надо поднимать и задавать. Они рассказывают, что у нас все хорошо, давайте займемся тест-системами. Ну, да, да, тест-системы, это, конечно, забавно. Причем, ну, вот, по поводу, там, тех же самых ПЦРок, ну, давно ведутся споры, насколько, там, объективные данные, ну, и на примере ковида, и на примере не ковида, тоже очень много интересных, забавных вещей вылазит, да, когда, там, в папае, там, да, там, вирус находят, там, и т.д. Вот, ну, вернемся, да, значит, аллергия, реакция на белки, вот, а есть пищевая непереносимость. Пищевая непереносимость, это когда генетически у человека не вырабатывается фермент для переваривания углеводов. Ну, допустим, там, фруктоза та же самая, да, там, лактоза молочная, молочный сахар тот же самый, там, галактоза и так далее. Вот, соответственно, если у человека нет фермента, и эта пища поступает в организм, она начинает перегружать ЖКТ, это вызывает воспаление, интоксикацию, там, микрофлора меняется, потому что она начинает подъедать то, чего, ну, по идее, ей не должно доставаться в норме, меняется структура микробиома. Вот, это, в свою очередь, тоже напрямую влияет на наше состояние иммунной системы. Ну, собственно говоря, кстати, вот и микробиом, если говорить о нем, он тоже в эти 70% ЖКТ входит, и если человек, там, извините, чихнул, пукнул, там, слезу пустил и сразу антибиотик принимает, ну, у него там будет полный раздрай с микрофлорой, а это уже, в свою очередь, будет закладывать неблагоприятные иммунные реакции. Поэтому первое, с чего я бы, конечно, начинал не только в сезон инфекции, но и вообще, вот, скажем так, круглогодично, это восстановление нормальной работы желудочно-кишечного тракта. И начинать надо, ну, собственно говоря, с того места, где все заходит, то есть, ротовой полости, и заканчивать тем местом, где это все выходит. То есть, вот прям все этажи, все системы должны быть в порядке. Потому что, ну, самый простой пример, у человека ротовая микрофлора не та, соответственно, расплодилось много патогенов. Эти патогены попадают... Совет первый, товарищи, записываемся к стоматологу, давно не были, надо бы сходить, хотя бы парочку дырочек закрыть. Да-да-да-да, почистить обязательно, потому что это, ну, это и на нервную систему влияет, и на иммунную систему. То есть, опять же, если там какой-то карман с воспалением в ротовой полости, практически, там, две трети иммунной системы могут уходить сюда, пытаясь, ну, грубо говоря, эти бактерии уничтожить. На все остальные системы может не хватать. Ну, и далее, там, желудок, поджелудочная железа, там, желчный пузырь, тонкий, толстый кишечник и так. То есть, еще раз, вот, друзья, это интересно, важно, и постарайтесь это понять. Та же онкология когда развивается? У нас в организме много клеток все время образуется, да, та же кожа постоянно обновляется, тот же кишечник постоянно обновляется, у вас одни клеточки отмирают, вот они сшелушиваются, новые образуются. Постоянно в организме появляется несколько онкологических клеток, но иммунная система их находит, ловит, до свидания, убивает онкологические клетки. Если иммунная система занята, она пытается справиться с микробами у вас во рту, например, потому что там у вас воспаленный зуб, например, а вы не боитесь идти к стоматологу, то у нее не хватит сил в какой-то момент заметить, иммунная система занята, перегружена другими вещами, вы едите какую-то гадость из там дешевых магазинов, просроченную какую-нибудь, вы запиваете это каким-то там алкоголем, иммунная система говорит, понятно, мы этим должны заниматься, и та же онкология возникает в результате вот этого вот всего факторов, неблагоприятных факторов среды. Значит, Антон Игоревич, давай, правда, вот по полочкам пройдемся. Значит, ротовая полость, чтобы зубы десна были в норме. Микрофлора. Что у нас? В первую очередь это микрофлора. Пополоскать горло. Нет, нет, подожди, подожди, до горла. То есть, вот ротовая полость, да, то есть, мы, соответственно, делаем санацию, ну, то есть, чистить зубы это хорошо, замечательно, правильно, но, скажем так, здесь нужно периодически ходить на чистки, ну, хотя бы раз в год, хотя бы раз в год, да, то есть, там, удалять вот эти камни зубные, да, там, налет бактериальный там между зубами и так далее. То есть, чистка это хорошая такая нормальная процедура. Есть специальные полоскалки, которые используются для удаления патогенной микрофлоры. Есть там те же самые бактериофаги, допустим, ну, и чаще всего бактериофаги принимаются вовнутрь, но никто не мешает, собственно говоря, тот же самый бактериофаг в ротовую полость взять, прополоскать, несколько минут выплюнуть. Это, скажем так, компоненты, которые прицельно убивают, там, допустим, только стриптококк, только стафилококк, там, клипсиелу или кого-то другого. Бактериофаги – это безопасный аналог антибиотиков, которые продаются в аптеке. Бактериофаги – это микробы, которые могут пожирать бактерии. Бактериофаги – фагус, пожираю. Да, да. Дальше. Если мы говорим про нарушение микрофлоры ротовой полости, ну, первое – это питание. Потому что, допустим, есть такое понятие, как кислотность ротовой полости. Если, ну, к примеру, человек, извините, постоянно жрет сладенькое, мучное, но не ест никаких там овощей, зелени, ягод, фруктов, ну, то есть, полная диспропорция в белках, жирах и углеводах, у него будет кислотность такая, которая будет способствовать размножению патогенной микрофлоры. И там можно до посинения полоскать, собственно говоря, эти патогены будут размножаться снова и снова. То есть, оптимизация питания. Но также можно помочь, помимо питания, здесь еще оральными пробиотиками, ну, там тот же самый, не знаю, бактаблист какой-нибудь взять аптечный, или там что-нибудь поинтереснее из аналогов. Там тот же самый Нарине, в принципе, очень хорошо себя зарекомендовал, как пробиотический комплекс, который подавляет именно патогенов, но не трогает нашу нормальную микрофлору. Ротоглотка. Там у нас, ну, если не удалены, находятся миндалины. На миндалинах чаще всего в подростковом возрасте у многих мальчиков и девочек садится стрептокок, стрептококовые инфекции, вот эти вот ангины, танзелиты, белые пробки с непонятным запахом и так далее. Но одно дело, когда болит горло, другое дело, сопутствующие осложнения. Осложнениями там может быть поражение суставов, поражение сердца и высокие риски развития заболеваний щитовидной железы. Тот же самый аутоиммунный тиреоидит, например. Здесь работа с миндалинами, ну, опять же, да, там тот же хлорофилипт, например, вот в осенний период великолепная штука, там что-то где-то зачесалось, купите на спиртовой основе хлорофилипт одну-две минуты, прополоскали там два-три раза в течение дня. Копеечный препарат, на самом-то деле, хороший, замечательный, великолепно работает и детям, и взрослым, можно применять, ну, специфический вкус, да, но ничего, как бы это абсолютно терпимо. Вот здесь, ну, если там уже какой-то запущенный процесс, это может быть танзилор процедура, то есть, когда чистятся эти миндалины, это может быть ультрафиолетовое облучение, ну, то есть, опять же, если миндалины воспалены и там долгоиграющая история, с этим можно и нужно работать. В противном случае там есть ряд последствий. Дальше. Ну, пищевод. Вот у меня как раз товарищ на днях сказал, что ему предлагают миндалины удалять, я постарался его предупредить от этого шага. Два слова насчет этого. В Советском Союзе было популярно удалять аппендикс, миндалины, аденоиды, там что там у нас еще, в принципе, селезенка не страшна, если будет удалена. Ну, то есть, считалось, что это какие-то, ну, такие маловажные органы. А, допустим... Рудиментарные. Ну, да, практически. На Западе, например, сейчас огромных денег стоит процедура по выращиванию миндалин, условно говоря, из стволовых клеток и подсадки вот этого нового органа обратно к человеку. То есть, мы, как говорится, возвращаемся к истокам только через высокие технологии. Все, что у нас есть в организме, нам нужно. Абсолютно все. Здесь вопрос только в том, насколько мы можем этим пользоваться и насколько мы о каждом из этих органов или систем заботимся. У нас нету неважных органов. Даже те же самые рудиментарные органы, они, ну, скажем так, несут определенный смысл с точки зрения эволюционного развития. Поэтому без крайней нужды удалять я бы не стал. То есть, это то место, где наша иммунная система знакомится с патогенами. То есть, если вы, собственно говоря, это место сносите, то с патогенами уже будет знакомиться ваш желудочно-кишечный тракт. Ну, сопутствующие, это будут, соответственно, воспалительные процессы, аутоиммунные риски и так далее и тому подобное. То есть, тут лучше, конечно, проценировать, привести в порядок. Опять же, вот помнишь, в детстве говорили, вот у тебя ангина из-за мороженого. Типа наелся холодного мороженого, и поэтому у тебя там горло такое-то. На самом-то деле, это проблемы не в холодном напитке или не в холодном продукте. Это как раз может быть проявление аллергической реакции или пищевой непереносимости либо белка, того же самого молока, либо той же самой лактозы. И если, допустим, человек этот продукт ест часто, то да, в его случае будет вот такая реакция забавная, необычная. У кого-то нос закладывает после потребления пищи, у кого-то там зуд в ушах возникает. То есть, там специфика очень пестрая. У кого-то, извините, не к столу будет сказано, анальный зуд возникает после того, как там наелся конкретных определенных продуктов. Дальше. Пищевод. Пищевод – трубка, по которой пища поступает в желудок. Ну, вроде бы там ничего важного, но если из желудка постоянный заброс соляной кислоты и содержимого в пищевод, там, ну, во-первых, это неприятно. Ощущение изжоги многие, скажем так, люди знают не понаслышке, что это такое. Во-вторых, если регулярно идет повреждение пищевода, там происходит замещение клеток, это предраковая история. То есть, если человек страдает хронической изжогой, надо не ренни жрать пачками, как некоторые граждане это делают, там, в отменочной присвете дня. Нужно заниматься своей пищеварительной системой. Я тут тоже 2 копейки чуть-чуть вставлю. Во-первых, мне попадались, опять же, шортсы, нарезки, очень популярные, там, на миллионы просмотров. Один человек объясняет. Бессмысленно принимать... Про что-то он там говорил. Бессмысленно принимать лекарства. Они, а, бессмысленно принимать эти полезные микробы, как это, пробиотики. Они же... И кефир бесполезно пить. Они же все в желудке в кислотной среде умрут. Ну... Ну, то, что сейчас изобретены кишечно-растворимые таблетки, которые в желудок пройдут и не заметят эту кислоту, видимо, человеку неизвестно. Но он в белом халате сидит вот почти как ты. Значит, другой человек тоже... Короче, вот много сейчас фейков по медицине ходит. Не знаю. Вот ты проводишь обучение для врачей. Может, ты уже для простых людей тоже сделаешь какой-то курс? У тебя есть? Ну, есть, есть. Я провожу и для простых людей, условно говоря, базовый биохакинг. Как есть, как спать, как пить воду. Ладно, друзья. Вот поинтересуйтесь. Подрясуйтесь, надо будет... Пришлешь ссылку, я под роликом оставлю. Тут еще вопрос. Товарищи, очень у многих есть вредная привычка. Вот Антон Игоревич пьет чай. Друзья, температура не должна быть обжигающей. Горячего пить нельзя. Вот у многих людей думают, горяченького бахну. Вот горячее – это то, когда у вас губы могут нормально это держать. Когда вы можете в рот взять воду и подержать во рту, чтобы вам не горячо. Если вы вот так вот быстро пытаетесь выпить так, чтобы оно сразу сглотнуть, просто в пищеводе нет рецепторов. Вы не чувствуете, что там все обжигается. Если вы пьете горячее, то вы прямой путь к раку. Ну, это да, это тоже момент. Да, соглашусь. Причем, смотри, если говорить про тот же самый пищевод, часто люди что делают? Они работают с последствиями. То есть, либо ингибиторы протоновой помпы, какой-нибудь амепразол кушают, либо используют Ренни, Гастал и прочие препараты. Но изжога у очень большого количества людей – это, опять же, одно из проявлений пищевой аллергии или пищевой непереносимости. Вот я знаю свои личные продукты. Вот если я их ем, у меня всегда будет эта реакция. Если я их не ем, я годами могу не знать, в принципе, что это такое за ощущение. Но вот, допустим, если я съем какой-нибудь дрожжевой продукт, вот у меня на дрожжи такая реакция, или если я выпью какой-нибудь затейный, пакетированный томатный сок, вот у меня в 100% случаев прям бинго, прямое попадание. Ну, или какой-нибудь качественный кофе, типа Нескафе Классик, такой, знаешь, сублимированный, растворимый. Вот тоже, да. То есть, если ты знаешь, что после этих продуктов у тебя изжога, не ешь эти продукты. Это самое простое, самое эффективное. Сэкономишь деньги на лекарства. Вот. Дальше. Желудок. В желудке у нас переваривается белок, в желудке у нас идет обработка тех же самых жиров, обеззараживание пищи, которую мы съели. Да, действительно, частично там все живое погибает, но далеко не всегда. Там есть микроорганизмы, которые слабочувствительны к соляной кислоте, ну, скажем так, кто-то количеством берет и так далее. Вот. Если ты, допустим, в желудке нормально не переваришь белок, который ты съел, дальше он уже нормально не переварится. По определению. Поэтому здесь, а, в ротовой полости нормально пережевываем пищу. Есть такой базовый принцип. Жуем пищу, пока чувствуется ее вкус. Еще раз, товарищи. Если вы пьете вот эти вот постоянно соду, если вы просто пищу запиваете большим количеством воды, у вас привычка такая. Если вы вот эти все там ренья... Ну, у вас пищеварение не работает. Кирдык. Ну, кстати, если есть привычка запивать водой, можно обойти эту историю. Ну, я не очень люблю, но тем не менее. Вот яблочный уксус какой-нибудь органический, можно немножко его добавить в ту же самую водичку, ну, и небольшую порцию вот так вот кушаешь и запиваешь. Да, это не совсем вода, но в целом рефлекс ты реализуешь свой привычный. Вот, а яблочный уксус, он, ну, все-таки немножечко на пищеварение благоприятно будет влиять. Вот. То есть, тщательно пережевываем пищу, жуем пищу, пока чувствуем ее вкус. И если там уже есть какие-то воспалительные процессы, или если есть хеликобактер пилори, ну, соответственно, с этим нужно работать. В противном случае белок не переваривается. Не переваривается белок, соответственно, нет аминокислот для синтеза гормонов, ферментов, обновления всех наших тканей. То есть, ну, грубо говоря, человек начинает быстрее стареть. Никто стареть быстрее не хочет, по идее. Вот. Поэтому жуй до посинения, вот, прям вот, чтобы жиденько было во рту. Потом глотай. Это сложно, это привычка, которую нужно сформировать, но это реально экономит огромное количество денег. У меня так и не получается. Понимаю. Я стараюсь жевать, но докашиться нет. Верю, 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 верю. Это сложная тема, но вот это инструмент, хороший, классный инструмент. Хорос Флетчер это еще в свое время предложил. Дальше. Из желудка пища поступает в тонкий кишечник. Вот там как раз иммунные клетки. Важно, чтобы, ну, соответственно, они не перевозбуждались. Там у нас выбрасывается, с одной стороны, желчь. Из желчного пузыря в тонкий кишечник. Там же у нас идет выброс ферментов поджелудочной железы. Которые там переваривают уже больше там углеводы, жиры. Ну, и в какой-то степени еще стараются переваривать белки. Вот. То есть, если не работает, допустим, тот же самый желчный пузырь. А это у каждого там, наверное, третьего человека. Вот в моей практике, во всяком случае. То есть, желчный не срабатывает. То есть, нарушается переваривание жиров. То есть, да, поджелудочная железа выбросила ферменты. Но, допустим, липаза, фермент расщепляющий жиры, она неактивна. Липаза становится активной только тогда, когда она соединяется с желчью. Вот. То есть, желчный не сработал. Липаза, соответственно, выбросилась. Она в неактивном состоянии. Ничего там не расщепляет. Соответственно, жиры не усваиваются. А это, в свою очередь, и может вызывать проблему в виде диареи. Это может, соответственно, создавать дефицит по тем же самым жирным кислотам. Это нарушение обновления всех наших тканей, клеток мозговых и так далее и тому подобное. Вот. То есть, здесь, если у человека не хватает желчи, удаленной желчной пузырь, надо принимать желчь. Если у человека не хватает ферментов, нужно добавлять ферменты. Хотя бы растительные ферменты, тот же самый бромелайн, папаин. Это никак не будет выключать поджелудочное железо. Вот эта история, которая всех пугает. Возьмите растительные ферменты. Это будет в тему. Вот. Есть способы, стимулирующие желчный отток. Тот же самый лицетин. Тот же самый артишок можно использовать. Если спазм сфинктераоди, можно адестон препарат. Ну, здесь лучше, конечно, с врачом. Сфинктераоди – это то место, из которого выбрасывается... Должны выходить как раз ферменты. Да. То есть, непосредственно желчный выброс. Желчный плевок, так называемый. Вот. Дальше. Значит, если... Можно посмотреть видео на Ютубе про висцеральный самомассаж. Массаж, да. То есть, как вы можете себя аккуратненько помять, куда понажимать в живот, чтобы тоже улучшить. Я вот тоже этим занимаюсь. У меня желчный кривой. Но. Но. Если только нет камней. Если есть камни, там можно намассажировать. Поэтому, опять же, УЗИ хотя бы раз в годик в брюшной полости неплохо было бы сделать, чтобы посмотреть, что там вообще происходит. Вот. Дальше. Значит, есть тюбажи. То есть, когда там с грелкой ложишься на бочок, предварительно выпивая магнезию и ряд других компонентов. Это стимулирует активный желчный отток. Опять же, желчь, она обеззараживает. Она противодействует паразитам. Она подавляет патогенную микрофлору. То есть, у желчи очень много задач. Вместе с желчью выбрасываются токсины. Выводятся токсины своевременно. Если желчь нормально не оттекает, то происходит перегрузка печенки, ну, то есть, собственно говоря, некуда желчи течь в определенный момент. Соответственно, там билирубины те же самые начинают попадать в кровь, да, там токсичные желчные кислоты начинают повреждать саму печень. Это может вызывать там жировой гепатоз. Ну, то есть, вот за желчьим оттоком надо обязательно следить. Вот. И, собственно говоря, толстый кишечник. В толстом кишечнике у нас уже там особо ничего не усваивается, ну, за исключением там воды. Или у нас в толстом кишечнике живут микроорганизмы. Там 2-3 килограмма различных бактерий. Бифида, лактобактерии, там пропионовые бактерии, эобактерии и так далее. Вот. Если там дружественная флора, у нас хорошо вырабатываются витамины, у нас нормальный иммунитет. То, с чего мы как раз вот начали сегодняшний разговор. У нас, соответственно, хорошая защита слизистая. У нас нормальная работа нервной системы. Если же там патогенная микрофлора, то это интоксикация, это воспаление, это перепады настроения, ну, и вот эта вся любовь, которую мы уже проговаривали. Вот. То есть, если дисбиоз какой-то такой хороший, серьезный, то здесь сначала, может быть, надо удалить патогенную микрофлору. Ну, есть очень много, повторюсь, аналогов антибиотиков, которые, не трогая полезную микрофлору, удаляют патогенов. Те же самые бактериофагии, там коллоидное серебро. То, опять же, некоторые пробиотики, они убивают патогены. То есть, да, они не приживутся, но вот они проходят транзитом и говровой бомбардировкой выжигают врага, к примеру. Вот. Есть там различные процедуры по модуляции микрофлоры, когда дают пребиотики, то есть, пищу для бактерий, метабиотики. То есть, это тоже много разных технологий интересных. Вот. И обязательно нужно следить за тем, чтобы был поход в туалет по-большому каждый день. Потому что, если запоры, это интоксикация. Интоксикация очень сильно бьет по иммунной системе. Это вот, опять же, люди с запорами, у них с иммункой есть очень много вопросов. То есть, есть два типа запоров. Это и спастические запоры, и атонические запоры. Атонические – это когда ленивый кишечник нормально не сокращается, не проталкивает каловые массы. Вот тут хорошо как раз магний. Магний, цитрат, например. Вот тут хорошо клетчатку, там, ту же самую заряжать там, псиллиум, там, подорожник и так далее. Вот. А спастические запоры – это когда спазм кишки в результате чаще всего воспалительного процесса. Там вот как раз стимулировать моторику не надо. Там нужно устранять воспаление. Ну, то есть, смотреть, из-за чего оно возникло. Там бывает паразитарная история, да, там бывает аутоиммунный процесс, там, какой-нибудь болезнь крона, там, неспецифический язвенный калит и так далее. То есть, если вам запоры не свойственны, это, может быть, опасная история, надо идти к врачу. Через сколько? Вот сколько не ходил в туалет, что надо бить тревогу и идти к врачу? Слушай, ну, есть разовая история, да, но там может быть какой-то сбой. Допустим, человек там в командировке был, у него запор путешественника. Там бывает до недели. Тишина, но это связано с головой. То есть, человек вернулся к своему привычному унитазу, сел на трон и все, как часики. Кажется, еда копится просто в ЖКТ неделю. Нам, не помню, на каком предмете рассказывали случаи, был мужик, который ходил в туалет то ли 6, то ли 7 раз в году. Да, 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 да. Ну, то есть, каждый раз, когда он ходил там, я не знаю, он, наверное, рассекал унитаз всем, чем только можно, и до земного ядра доходила, как говорится, ударная волна. Алло, Петрович, Жек, Жек, приходи, я пошел. Да, 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 да. Ну, как бы раз в неделю, если это стабильно и не связано с каким-то сильным стрессом, не связано, допустим, с перелетами, изменениями климата и так далее и тому подобное, ну, я бы здесь уже точно обратился к врачу. Но, повторюсь, нормальный вариант – это один раз в день. Один раз в день. То есть, это вот оптимально. Два раза в день тоже может быть оптимально, но в зависимости от самой структуры. Вот, там смотрим, опять же, знаменитую брестольскую шкалу форм као, да, то есть, као должен быть структурирован в виде колбаски, юрка, выходящей наружу. Так, ладно, это уже сложновато. Про желудочно-кишечный тракт более-менее важные такие моменты, которые тебе, как опытному специалисту на практике встречаются, твоим ученикам часто встречаются. Что, помимо ЖКТ, для иммунитета, для подготовки к сезону простудных заболеваний, инфекции и все остальное важно? Может быть, стоит, или потом, попозже отдельно проговорим, что с детьми делать? Ну, давай на десерт, дети на десерт. Ну, смотри, опять же, прежде чем идти куда-то в глубины, опять же, смотрим, что на поверхности. То есть, есть у нас ряд витаминов, есть ряд минералов, есть аминокислоты, жирные кислоты, которые поддерживают нормальную работу иммунной системы, участвуют в выработке иммунных клеток, регулируют воспаление, ля-ля-ля-ля. То есть, если у человека дефицит, ну, не если, а тут правильнее сказать, какой именно дефицит, да, вот у человека, у любого человека, даже те, кто думает, что они классные биохакеры, как правило, по одному, двум, трем нутриентам будет дефицит. Вопрос, насколько выраженный. Тот же самый витамин D, витамин C, магний, как пример. Это то, что наиболее часто вылетает. Вот, то есть, здесь было бы классно, было бы здорово. Ну, посмотреть, что у тебя происходит, в достатке ли у тебя, там, тот или иной минерал, витамин. Если не в достатке, то его восполнить. Ну, для иммунной системы наиболее часто это важно. Витамин C знаменитый, это важен цинк. Для иммунитета это аминокислота лизин, которая обладает противовирусной активностью. Противовоспалительная модулирующая, это омега-3. Ну, вот эти базовые вещи, базовые добавки. Вот. Из более специфичных моментов, ну, то есть, чтобы иммунная система работала более правильно, это уже различные, там, антиоксидантные истории, типа дигидрокверцетина с арабиногалоктаном, продукт, который извлекается из какого-то дерева, забыл название, то ли лиственница сибирская, то ли... Ну, короче. То есть, это один из мощнейших антиоксидантов, который как раз регулирует работу иммунной системы. То есть, короче говоря, если у человека дефицит по каким-то нутриентам, то эти нутриенты нужно восполнить. Человек, заходящий в сезон простуд с нормальным количеством витаминов, минералов, аминокислот, жирнокислот, он может вообще не заболеть. Если даже заболеет, то пройти, ну, что называется, покасательно, очень легко, практически незаметно. Вот. Если мы говорим о том, что все железобетонно там в порядке, наелись, напились там всего на год вперед, если мы говорим, что желудочно-кишечный тракт в порядке, но при этом есть какой-то процесс, тогда уже нужно смотреть поглубже. То есть, возможно, есть какие-то генетические мутации, связанные с активностью иммунной системы, тут уже нужно помогать медикаментами, тут нужно выправлять. Ну, вот, допустим, есть люди, у которых генетически плохо вырабатываются натуральные киллеры. Натуральные киллеры – это не ребята из 90-х с традиционной ориентацией, а это клетки, которые убивают онкоклетки, в первую очередь. Вот. Есть люди, у которых натуральные киллеры всегда на низах, вне зависимости от того, что они делают. Ну, так вот случилась какая-то определенная поломка на определенных точках. Здесь тогда используются препараты, которые максимально стимулируют выработку этих натуральных киллеров. Тот же самый мелатонин, который мы используем для сна. Большие дозы мелатонина, они стимулируют выработку натуральных киллеров. Вот, допустим, я в интегративных схемах, когда спрашивают, а чем можно там еще помочь при онкологии, да, воду, эту штуку назначают. 10 миллиграмм, 20 миллиграмм, переносится по-разному, ну, с точки зрения сна, вот, но эффект дает. Вот. Это может быть, там, вариант тех же самых трансфер-факторов, там, или колострума, там, знаменитого, да, то есть экстракты из молозива. Вот. Есть там ряд медицинских препаратов, которые улучшают эти звенья. Вот. Но, опять же, есть иммуностимуляторы, есть иммуномодуляторы, ну, есть иммуносупрессоры. Если, допустим, у тебя слабый иммунитет, надо правильно подбирать иммуностимулятор. Потому что, если ты, там, ну, допустим, неправильно подберешь, ты разгонишь какое-то другое звено, которое у тебя и так было в порядке, и это может, допустим, спровоцировать аутоиммунное заболевание. Вот. Есть иммуномодуляторы. То есть, они работают по какому принципу? Если что-то там сильно задрано, иммуномодулятор это будет опускать. Если что-то сильно просевшее, будет, соответственно, поднимать. Ну, тот же самый, допустим, головит, томирит. Сейчас модно там многие его принимают. Ну, то есть, вообще вот эти игры с лекарствами, биохакингом, влияющим на иммунитет, вот хорошо бы делать, когда у тебя есть детальное понимание, что у тебя конкретно в иммунитете происходит, правильно? И нет ли у тебя там хронических инфекций, каких-то воспалений, потому что, может быть, у тебя иммунитет, статус, как мы раньше обсудили, повышен, но есть ли это причина, как ты его будешь понижать, если ты с причиной не разобрался. Ну, в общем-то, это такая, да, такая себе история, когда люди просто идут, вот, о, моему дяде прописали для иммунитета, вот я пойду тоже себе выпью. Не, ну, ладно, еще, знаешь, если это там какой-нибудь полиоксидоний, а там, когда люди интерфероны себе там хреначат, извините, по поводу и без поводов, ну, это уже, как говорится, может быть реально опасно. Вот. Действительно, надо смотреть, да, там, какой инфекционный статус, да, нужно смотреть, там, условно говоря, нет ли какого-то там хронического воспаления, там, связанного с аутоиммунными процессами. Ну, то есть, здесь много чего нужно оценивать. Ну, вот я тебе так скажу тоже нерадостную новость. Я вот пока, ну, как бы кручусь в сфере медицины, да, знаю там довольно-таки много людей, я пока не встретил ни одного, ну, такого серьезного, матерого зуброиммунолога, вот, перед которым я бы по аунице сказал, боже мой, это просто бог и царь. То есть, вот все распиаренные ребята, даже из интегративщиков, ну, честно сказать, это какой-то базовый уровень. То есть, ну, там, люди приходят с иммунограммами расширенными, им там назначают, извини, тот же самый витамин С. Ну, это хорошо, классно, да, но как же там, как бы глубина какая-то. А глубины вот нету. Поэтому, да, тут вопрос, как бы, где эти данные проинтерпетировать. Слушай, давай вот маленький-маленький автопчик. Как ты вообще оцениваешь вот уровень современных людей, которые занимаются вот этими всеми вещами, иммунитетом? Ну, то есть, насколько у нас в России современное качество образования медицинского, вот оно вообще вот на каком уровне сейчас? Ну, оно сильно просело, но по сравнению с тем, что происходит во всем мире, пока оно еще держит марку. Ну, объективно, вот когда я учился, я, ну, так тебе честно скажу, ну, трупы мы, конечно, видели, да, там, какого-то товарища, который замерз там, наверное, еще при Советском Союзе, вот. Чем-то похож был на Ленина, вот, внешне. Ну, то есть, нету практической отработки навыков. По сути, сейчас медицина из медиков делает, ну, как я уже говорил эту терминологию, абсолютно бесправных, практически бесплатных фарм-дистрибьюторов. То есть, задача по стандарту, вот у тебя там такие-то, такие-то анализы, такие-то, такие-то проявления, назначаем статины, да, вот у тебя то-то, то-то, назначаем там ингибиторы протоновой помпы. Вот, то есть, нету междисциплинарного взаимодействия. То есть, вот у тебя болит уха, а я офтальмолог. Ну, вот иди к там, к лору, да, там, потом вернись ко мне. В связи с этим, честно сказать, ну, есть вопрос к классической медицине. Вот классическая медицина хорошо работает с острыми состояниями. То есть, вот, полевая, там, хирургия, та же самая, да, там, кардиология, когда там человек с инсультом или с инфарктом попадает, задействуются определенные протоколы, и человека быстро достают, как говорится, с того света на этот. Вот, что касается лечения хронических заболеваний, ожирения, диабет, там, аутоиммунные заболевания, объективно не умеют эти заболевания лечить. Пытаются, пишут много умных книг, но на практике, вот так вот, чтобы человек с сахарным диабетом, ему потом сняли диагноз, я такого не встречал, ну, нигде, не слышал. Хотя, ну, вот я на практике видел людей, которые, допустим, там, сбрасывая 40-50 килограмм, принимая определенные, там, препараты в течение полугода-года, да, они полностью стабилизировали уровень сахара, там, инсулина, все у них прекрасно, замечательно, и диагноз можно снимать. Слушай, вот ты упомянул чуть ранее историю про то, как в Америке за большие деньги методами, там, стволовых клеток выращивают новые миндалины. Я знаю одного врача, который с жесткой интенсивной криотерапией отрастил человеку миндалии, ну, одну, ну, вот это у нас в стране. Я у него даже попрошу фотки, я тебя в этом перешлю. То есть, у нас интересно, сколько это стоит в Америке? Ну, я думаю, на порядок дороже. Помнишь же, вот девочку к нам возили, у которой Невус, там, вот на полу лица был такой черный, и в Америке от нее все отказались, а у нас в Краснодаре, как раз ее там почти уже привели в порядок. Буквально года три назад это было. Она же летает периодически, то есть, там они частями делают, там, сложнейшая история. Вот, у нас довольно-таки неплохо выращиваются внутренние органы, то есть, уже выращиваются, то есть, из своих собственных тканей. Осталось только, чтобы это было массово и доступно простым России. Так, значит, это понятно. Что делать, если уже заболел? У нас уже 45 минут идет передача, давай вот поближе к практике. У нас самое популярное – это заниматься здоровьем, когда уже, ну, совсем приперло, когда уже, ну, никак. Заболел, действие. Ну, если мы говорим про более-менее адекватное состояние, да, здесь можно поиграть в самопомощь, ну, то есть, опять же, если... Так, сразу, вот как понять, что самому не надо? Вот какие симптомы должны сразу сказать? Все, вызываю там скорую или иду в больницу, или что-то делаю? Ну, если там человек, условно говоря, не может встать с кровати, если у человека там температура под 40, если там начинаются какие-нибудь галлюцинации, там, помутнение сознания, там, тремор, лихорадка, ну, то есть, уже такие явления, которые ты, я не знаю, там, чем витамином С явно не полечишь, да, вот здесь нужно обратиться к врачу. Если речь идет там про то, что, ну, там, кашля, да, там, сопли текут, но в целом работоспособность сохраняется, там, температура, там, ну, в пределах умеренного, там, до 39, например, вот, да, здесь можно попробовать вот эти интегративные варианты в виде, там, ударных доз нутриентов, которые дают организму возможность справиться самостоятельно, вот. Ну, из таких вот самых базовых, то, что и при ковиде я рекомендовал, и в целом вот при многих вот этих вот сезонных заболеваниях актуальны. Это витамин С, 1 грамм витамина С, желательно в форме либо натрия аскорбата, либо кальций аскорбата. Ну, есть такие продукты, их там много различных добавок, можно купить, может быть, даже и в аптеках. Вот, дальше, это цинк, ну, мы говорим сейчас про взрослых, да, цинк, это 50 миллиграмм цинка, лучший цинк глицинат или без глицинат. Дальше, это дигидрокверцетин с арабиногалоктаном, 200, ну, 100-200 миллиграмм в сутки. Вот, цинк, дигидрокверцетин и витамин С, они очень хорошо вот вместе работают и дают возможность иммунным клеткам эффективнее противодействовать врагу. Витамин D, большие дозы, ну, я бы рассматривал вариант 10 тысяч международных единиц, ну, то есть, это большая дозировка. Но только недолго. Да-да-да, недолго, то есть, на короткий промежуток времени. В принципе, вот то, что я сейчас называю, так, как правило, там, человек неделю, к примеру, принимает до 10 дней, не более того. То есть, витамин D можно использовать. Дальше, хорошо работают, вот, из аптеки иммуномоделирующие свечи по типу Головита, да, пожалуйста, и взрослым, и детям, это хороший препарат, адекватный, один из немногих адекватных препаратов. Флоемуцил забыли? Ну, туда же, туда же, да, можно до кучи. Дешевое средство, советское, флоемуцил, сейчас в Америке он называется НАК, он же этот, этот, как его, АЦЦ, от похмелья обычно рекомендуется, но он выводит токсины, сразу себя резко лучше почувствуете. Да, особенно вот если есть еще влажный кашель, да, здесь вот прям вот будет хорошо работать, то есть, еще и отхождение мокроты. Да, то есть, у него на упаковке-то написано, что это средство как раз для откашля, муколтическое средство, а у него вообще широкий спектр действия, он просто помогает организму быстрее прочиститься. Да, даже при алкогольной интоксикации хорошо работает некоторые, на Новый год его принимают тоже, но с другими целями, вместе с янтарочкой. Также можно сюда добавить до кучи вот препараты колострума или трансферфакторы, это иммуномодулирующие компоненты, вот, и если есть, допустим, какая-то респираторная история, можно поингалироваться, вот, тот же самый метиленовый синий, который при ковиде, его тоже можно использовать не только как при ковиде, но и там при обычном вирусе гриппа и при других респираторках, можно, допустим, использовать еще коллоидное серебро для ингаляции, в принципе, тоже хорошо заходит, хорошо отрабатывает, санирует как раз легочную ткань, вот, те же самые бактериофаги, есть пневмофаги тоже для ингаляции, кстати, это интересная вещь, мало кто об этом знает, ну, вот, пожалуй, такие вот основные ключевые моменты из базы, остальное там уже нужно смотреть ситуативно. Про детей, вишенка на торте, на десертик. На десертик, да, ну, с детками, я больше, конечно, со взрослыми, ну, вот, регулярно, да, эти вопросы про детей возникают, да, там, чем помочь, на самом-то деле, дети, вот, они как кошки, на них все в норме, должно быстро заживать, и, ну, детский организм должен вытягивать проще многие заболевания, но на практике это, к сожалению, не так. У нас сейчас есть пример, когда, там, два раза в месяц стабильно дети болеют вне зависимости, там, сезонная, несезонная история и так далее. Вот, здесь, в принципе, тот же самый, ну, просто уже совершенно другие дозировки. Тот же самый, витамин D, можно использовать капельные формы витамина А, ну, кстати, витамин D тоже можно капельные истории, там, типа, вегантову брать, потому что дети не любят таблетированные какие-то капсулированные препараты. Поливитамины, там, какие-нибудь, там, жевательные, там, типа, мишки, ну, только не аптечные, ну, забугорные, хорошо будут работать. Черная бузина, препараты черной бузины для деток довольно-таки интересно отрабатывают. Тот же колострум-трансферфактор, тот же самый головит здесь будет уместен. В принципе, ну, из базовых, наверное, ну, да, и дегидрокверцетин тоже очень-очень-очень хорошо им будет заходить. По поводу препаратов цинка очень индивидуально. Ну, вот на примере моих детей у них ЖКТ весьма паршиво на цинк. Даже на небольшие дозировки реагирует. То есть, тут надо, ну, видимо, какие-то танцы с бубнами, либо жидкую форму использовать. Ну, в общем, пока не нашел решения. Ну, как правило, опять же, вот эти алгоритмы достаточно. Если там у ребенка слабость, вялость, ребенок постоянно засыпает, здесь надо, конечно же, обратиться к врачу, не надо заниматься самодеятельностью. То есть, ну, нужно вовремя оценить. Потому что это может быть не просто грипп, а может быть какая-то другая история. Тут как бы никто не застрахован от этого. Дорогие друзья, задавайте ваши вопросы в комментариях. Мы Антона Игоревича через месяцок снова пригласим. Какие темы для вас наиболее чувствительные? Как у вас со здоровьем? Как у вас в регионе с медициной и медиками? Пишите. Антон Игоревич, спасибо за актуальную информацию. Успехов в вашей непростой работе, в вашем служении. На благо народного здоровья. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин